Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, приветствуем всех радиослушателей. Это программа «Утро на Болткоме». Меня зовут Андрей Лешкевич, Абик Элкин. Доброе утро. Доброе утро. И звукорежиссер Евгений Копеин. Ближайшие два часа мы будем в этой студии. Сейчас коротко расскажу, что нас ждет. В первой части мы будем общаться с вице-президентом Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владиславом Корягиным. Он у нас уже в студии, живьем, причем не по Zoom или Skype, как мы привыкли в последние дни. Еще раз доброе утро. Доброе утро, мое почтение. Да, о туризме, который пострадал, конечно же, больше всего. Это признают и правительство, и понимают простые люди. Вот вы у нас были в конце марта, последний раз, насколько я помню, и комментировали тогда первые решения правительства по помощи. Достаточно критически. И говорили, что турфирмы по факту не простаивают, поэтому пособия за простой им подходят едва ли. И что работникам вашим намного выгоднее становиться на биржу, нежели получать эти 700. Ну, помните, сейчас через два месяца что-то в этом смысле изменилось? Ну, в принципе, произошло то, о чем я и говорил. То есть, часть сотрудников, которые получали приличную по латвийским меркам зарплату, это тысячи и больше евро. То есть, они, узнав об этом предложении от латвийского государства получать 700 евро за простой, да, вот это максимальная сумма. Максимальная. Да, максимальная сумма, да. Я хочу обратить внимание, это максимальная сумма. Почему 700 евро, да, тоже вот у меня вопрос, откуда взяли вот этот потолок? У нас был парламентский, извините, секретарь экономики, он сказал, что это привязано к средней зарплате по стране примерно. Ну, вы знаете, разные зарплаты, разные предприятия, разные сотрудники. К налогам это не привязано, по крайней мере, максимальная. Да, естественно, понимаете, у нас сотрудники в компании есть, которые и тысячу евро получают, нетто, да, нетто. То есть, еще плюс налоги и полторы тысячи, и две тысячи, да. То есть, почему вот именно взяли за основу 700 евро, да, это мне напоминает, знаете, песню Бориса Габринчикова «Я инженер на 120 рублей». Помните, такая была песня, да, такая типичная советская уравниловка. Так вот, часть высококвалифицированных специалистов, они решили, что в ближайшее время в туризме ловить нечего, и пошли на биржу труда. То есть, получают приличное пособие, некоторые даже устроились на работу в иностранных компаниях. И больше, чем 700 евро, что важно. Естественно, да, больше, чем 700 евро, да, больше, чем 700 евро. Поэтому определенным образом государство выстрелило себе в ногу, да, а индустрия лишилась части высококвалифицированных специалистов со знанием многих иностранных языков. И вот таким образом, если судить по компаниям, которые я работаю, которые я руковожу, да, Baltic Travel Group, то есть, порядка 20-30% высококвалифицированных сотрудников мы уже потеряли на сегодняшний момент. А, в принципе, у вас, наверное, в этом туристическом бизнесе была не самая маленькая компания, так мягко говоря. Я думаю, по налогам, которые мы платили, мы, наверное, в топе, да, то есть, в прошлом году… Среди турфирм. Да, среди турфирм, да, то есть, в прошлом году мы заплатили около миллиона евро налогов, да, это включая себе и налоги на рабочую силу и… Ну, в принципе, вот государство сказало, да, 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 спасибо. Да, 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 то есть, вот мы такое, знаете, мы такая курица, которая все эти годы несла золотые яйца, мы абсолютно прозрачная белая компания, которая платила все налоги, у нас даже есть грамота от службы госдоходов, мы партнёры… Да, поможет сейчас, поможет. Это помогло получить пособие по простою для остальных сотрудников, да, то есть, все остальные сотрудники у нас, в принципе, кроме меня, да, так как я член правления, я не могу претендовать на пособие, да, но все остальные, в принципе, получили вот эти 700 евро. Но вопрос заключается в том, что произойдёт после 30 июня, когда выплата пособий заканчивается, то есть, уже меньше месяца, значит, фактически 1 июля люди возвращаются из простоя, нам надо платить заработную плату, а платить-то её и нечем. Я говорю глобально об индустрии, потому что фактически вся индустрия туристическая последние 3 месяца была парализована, деньги в компании не заходили, мы вступили в кризис неплатежей, потому что часть денег… Вам должны, вы должны и так далее. Мы должны, часть компании закрывается, часть компании деньги просто не отдаёт, потому что у них просто нету, поэтому, знаете, вот та ситуация с вот этим пособием по простою, она, ну, скажем, облегчила наши страдания на какое-то время, но окончательно она проблему не сняла, проблема остаётся острой. Мы с нетерпением ждём, какое будет принято решение о спасении работников, которые работают в этой сфере, каждый день поступают новые вводные, там рассматриваются разные решения, но возле ныне там, возле ныне там, да. Ну, да, я просто хотел спросить, я вообще хотел спросить про эти конкретные детали этого механизма, но я понимаю, что вы скептически на всё это смотрите, тогда поставлю вопрос так, вообще что-либо хорошее, какая-либо поддержка была вами встречена со стороны правительства, или вы сами по себе, и вы не надеетесь вообще, или всё-таки какие-то вещи в помощь устали? Ну, вот ещё раз я говорю, то, что вот эти два с половиной месяца... И налоговые каникулы, видимо. То, что два с половиной месяца выплачивалось пособие попростую, в целом это хорошо, да, это как бы лучше, чем ничего, да, то есть, ещё раз говорю, я критично к этому отношусь, и прежде всего, что вызывает моё такое возмущение, да, то, что сотрудники, которые получают это пособие, им запрещено официально работать, А если служба госдоходов узнает, что кто-то получает это пособие и выходит на работу, да, то это крупные неприятности и крупные штрафы для работодателя, да, официально работать мы не можем, проходят просто облавы, значит, там ездят группы по компаниям, проверяют, работают, не работают, то есть, вот это такой, знаете... Сказала шеф СГД, всем, кому помогли, всех проверим. Всех проверим, да, всех проверим, поэтому и так-то получили пособие лучи из лучших, да, самые белые из пушистых, это те, у кого не было никаких проблем с теневой экономикой, да, не было каких-то уголовных дел, то есть, это, в принципе, те, кто получили, это компании, которые работают абсолютно в белой зоне, но и, несмотря на всё это, ресурсы государства брошены на то, чтобы проверять, чтобы эти компании не работали. Знаете, выступала тоже в соцсетях Зана Чукстена, культуролог наш, известный, латвийский, и вот она высказала такую мысль, да, это я сразу говорю, что это не моя мысль, это я у неё прочитал выступление, но это вот всё напоминает, как если бы вот латвийским спортсменам, которые в этом году не смогут поехать на Олимпийские игры... Потому что её не будет. Да, да, государство предложило бы... Никуда вообще не смогут. Да, ну, никуда не смогут, да, но им было предложено, знаете, ребята, в этом году Олимпийские игры отменяются, спартакиады там все отменяются, мы вам будем платить, но не дай бог, кто-то из вас будет тренироваться, приедем и дисквалифицируем, понимаете, но это в том же плане, то есть, нам и так тяжело, да, и так у нас бизнес упал, ну, до нуля, да, я даже сказал, в минус мы ушли, потому что сейчас мы занимаемся там возвратами, рефандами, решением различных юридических, проблем, да, ну и кроме всего прочего, нам ещё наше родное государство не даёт, так сказать, за эти небольшие деньги даже работать. Но самое главное, ещё раз я говорю, проблема заключается в том, что вся отрасль, я говорю не только о туристических компаниях, не только о туроператорах, но и о гостиницах, и о ресторанах, то есть, о всех предприятиях, да, которые работают в этой сфере, все находятся в таком тумане, в неопределённости, потому что, если не будет оказана вот эта помощь, то фактически нас ждёт массовое сокращение сотрудников в этой сфере, к сожалению. Да, ну вот всё-таки так, чтобы закончить эту тему вот простоя, у правительства, когда они начали вот выплачивать по-своему, по-простому, я помню, что были случаи такие, я уже не знаю, это из разряда трагедии или анекдота, когда там по 4 евро перечисляли и по 50 евро, я говорю, извините, ну всё зависит от ваших налогов, вот не платил за вас работодатель, ну вы виноваты, работодатель виноват, ну а мы, государство, показываем вам, что надо платить налоги. У вас как раз другой случай, обратный, который как раз говорит о том, что не всё, оказывается, зависит от налогов. Ну 700 евро получили, но если уже принципиально зависит от налогов, вот платили с такой зарплатой, почему, если у людей официальная зарплата, это можно в ЭДС проверить, там, не знаю, 1500 или 2000, почему они за простой получают 700? Ну должна быть какая-то логика, тем более, что выделено больше, чем 100 миллионов на простой. Совершенно верно. 32 миллиона истрачено, я понимаю, что государство одновременно хочет помочь сэкономить, но это как-то разные вещи, я никак не сочетающиеся, да, вот, значит, получается, что здесь до конца всё-таки этой логики не было последовательности, да? Логики не было, да, и вот, опять же, мы привлекали сотрудников, в том числе из латвийской диаспоры и заграницы, то есть люди к нам приезжали, возвращались из Англии, из Канады, из Испании, то есть люди шли к нам на работу с учётом того, что они будут получать достойные зарплаты европейского уровня, да, и действительно мы эти зарплаты платили, но вот в этот, скажем, критический момент, значит, почему-то возник этот потолок. Опять же, мы общаемся с коллегами из многих стран мира, ну, допустим, вот нам самый ближайший регион это Скандинавия. Да, там были ограничения в процентном плане, да, то есть выплачивают на сегодняшний день сотрудникам пострадавших компаний 70% от предыдущей заработной платы, но это без потолка. Без потолка, без потолка, поэтому вот этот вопрос потолок, да, вот мне интересно, наши министры, наши чиновники, как вот они готовы будут жить на вот эти 700 евро, да, и... Ну, и вообще на святое замахнули. Ну, да, 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 там же ещё как бы и премии надо выплачивать, понимаешь? Действительно, там, да. Заработал в условиях пандемии. Конечно, тяжёлая работа. Вице-платвийская статус туристических агентов-операторов Владислав Карегин у нас в гостях, 672-12-93-9, можно позвонить, 230-6191, можно написать. Вы как-то сами сказали не так давно, что в туротрасле задействовано до 45 тысяч человек, да? Да, 45 тысяч – это те, кто работает в ресторанах, гостиницах, турагентствах и в туроператорской деятельности. То есть, если говорить чисто о сотрудниках туристических агентств и туроператоров, то мы можем говорить примерно полторы тысячи человек работают в этой отрасли. Работали, работали. Как с этим оценкам, ну, скажем, к сентябрю останется в этой отрасли? И сколько, соответственно, просто вынуждены будут уйти? Вы знаете, по моим оптимистическим прогнозам, ну, 50% сотрудников, наверное, мы потеряем. Да, конечно, многое зависит от того, какая будет помощь и как долго она будет оказываться. Но фактически, да, туризм восстановится не раньше следующей весны. Об этом вот все говорят, и я сегодня тоже утром общался с президентом ассоциации гостиниц и ресторанов Янисом Пинисом. То есть, в принципе, все сходятся в оценке, что в этом году падение в индустрии не только в Латвии, а вообще в мире составит около 80%. То есть, фактически, в лучшем случае, к концу года это будет 20% от прошлого года, да, и постепенно восстановление начнется весной следующего года. Если, конечно, не будет там второй волны пандемии, там какого-то всемирного экономического кризиса и так далее, так далее, да, но это те вещи, о которых мы ничего не знаем, да. Но быстрее всего восстановится сфера деловых поездок, то есть, я думаю, как только начнут нормально летать самолеты и откроют границы, вот без карантина возобновятся бизнес-поездки, после этого, наверное, возобновятся поездки на отдых, туристические поездки. Но это тоже будет постепенно и не сразу, да. Но самая большая проблема, да, это, скажем, сфера конференций, мероприятий, конгрессов, выставок. Массовых каких-то мероприятий. Для того, чтобы организовать в Латвии мероприятия международного уровня, международный конгресс, конференцию, на это уходит несколько лет. И, к сожалению, в этом году все мероприятия подобного рода, они отменяются. И, опять же, остается вопрос, если не будет... Но только онлайн, если... Ну, да, онлайн, но это, понимаете, онлайн, на этом денег не заработать. Да, на этом денег не заработать. То есть, это все здорово, да, и даже, может быть, где-то... Это он участник конференции, зачастую, деньги не заработают, потому что все решается зачастую в куларах. Мы знаем эту атмосферу, приемы и так далее. Приемы, да, 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 как встречи на полях. Да, 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 то есть, понимаете, ничто не заменит радости простого человеческого общения. Но, действительно, самый большой удар по конференц-туризму, и вопрос заключается в том, сможет ли Латвия восстановиться за год, да? Ну, еще раз говорю, без какой-то государственной поддержки в этой отрасли. Ну, вот мы еще к этому вернемся. Все-таки вот к развитию, как вы будете потом восстанавливаться. Все-таки вот такой вопрос, возвращаясь вот к этой помощи, заседают рабочие группы разные в министерствах. Есть общая рабочая группа во главе с министром финансов Янисом Рейесом. Вообще, поскольку вы сказали, что вы тоже общаетесь с коллегами в разных странах, какие могут быть, поясните радиослушателям, вот примеры, может быть, какие могут быть механизмы поддержки, да, чтобы люди вообще понимали, что это может быть. Это какой-то, не знаю, безвозвратный грант, чтобы ту фирму как-то выжила. Не знаю, продолжение оплаты пособия по простою. Что это может быть? Оборотные средства. Ну, чуть поясните. Да, значит, несколько есть, скажем, способов поддержки туристической индустрии. Причем это не то, что это придумали там в Латвии, да, то есть это общеевропейская директива. На общеевропейском уровне говорится о том, что отрасль нуждается в поддержке, и местные правительства должны всячески эту поддержку оказать. В разных странах эта поддержка оказывается разными способами. Ну, скажем, в богатых странах просто перечисляются деньги на счет, компания, да, опять же, существует там в разных странах разные формулы, но, как правило, это производная от суммы налогов, которые компания платила в предыдущие сроки. И государство говорит примерно так. Знаете, мы понимаем, что из-за вмешательства государства в вашу сферу, ваше предпринимательское, да, из-за ограничений, ваше предпринимательское деятельность... Йог, фактически. Йог, да. Поэтому вот вам деньги, платите за офис, платите сотрудникам, не закрывайтесь, избегайте безработицы, и мы вам не дадим умереть. Конечно, денег вы не заработаете, но... Но хотя бы вы будете на плаву. И я даже хочу сказать, в Литве, в Литве, да, то есть у нас компания имеет дочерние структуры и в Литве, и в Эстонии, да, скажем, мы латвийская компания, думаю, единственная латвийская компания, которая работает в сфере туризма... С филиалами. Ну, с дочерними предприятиями, да, с дочерними предприятиями. И несмотря на то, что мы являемся в Латвии крупнейшим налогоплательщиком, а в Литве наше предприятие фактически находится в статусе микропредприятия, и в Эстонии, мы тоже, скажем, довольно скромные, но поддержку, которую мы получаем в Литве и в Эстонии, она несравнима с той поддержкой, которую мы получаем в Латвии. Да, то есть я хочу просто как пример, да, и это, в принципе, хороший пример, если что-то подобное мы сможем получить в Латвии, это будет просто великолепно, но в Литве государство гарантирует минимальную заработную плату сотрудникам на протяжении шести месяцев, государство берет на себя львиную долю расходов по оплате офиса, и плюс государство нам перечислило... Это Литва, да? Литва, да. Литва, значит, нам перечислило 22 тысячи евро на счет компании, это эти деньги безвозмездно нам выделены для того, чтобы мы смогли продолжать бизнес, понимаете? Это дачальная компания ваша? Это наша дачальная... И она записана в Литве, зарегистрирована. Да, это литовская компания, Baltic Travel Group, собственником которой является латвийская компания. В Эстонии мы тоже попадаем в список компаний, которые пострадали от ковида, фактически там в электронном виде заполняешь форму, вот мы буквально на днях заполнили, потому что там надо было еще подготовить там баланс за год и так далее. И фактически мы претендуем на сумму 60 тысяч евро, при этом существуют различные там системы грантов, дополнительной поддержки, если там... Служа действующие, да? Скажем, можно подавать уже заявки, то есть, если компания планирует какие-то дополнительные вложения в инновации, в IT-технологии, то есть, государство это готово поддержать. В Литве, кстати, тоже, да? В Литве тоже существуют такие программы... Минималка там 555 евро, между прочим. Минималка в Литве 555 евро. Да, 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 да. Существуют в Эстонии. Да, да, да. И в Эстонии, в Эстонии, скажем, тоже все это время существовала схема, при которой, скажем, работодатель доплачивает 150 евро, государство доплачивает 700 евро, то есть, фактически сотрудник получает на руки 850 евро, но сотрудник может работать и может осуществлять свою деятельность. То есть, еще раз говорю, на сегодняшний день все эти механизмы, которые уже приняты и работают в Литве и Эстонии, в Латвии эти механизмы до сих пор находятся в стадии обсуждения. У нас уже заканчивается вот эта чрезвычайная ситуация, у нас заканчивается период выплаты простой, а решение до сих пор не принято. И еще раз я говорю, что если это решение не будет принято, значит, чем это чревато? Ну, вот, опять же, любой радиослушатель скажет, ну, хорошо, там, ну, закройте, там, ну, и что? Если, допустим, даже мы основную свою деятельность будем делать в Литве и в Эстонии, соответственно, вот тот миллион евро, который мы платили в качестве налогов в прошлом году, мы будем, соответственно, эти деньги платить в бюджет Эстонии и в бюджет Литвы, где существует более, скажем, благоприятная среда для частного предпринимательства. А из Латвии, ну, придется, я не знаю, как-то не то, чтобы совсем уйти, но свою деятельность свести до какого-то определенного минимума. Еще вот такой призыв премьер-министра, я понимаю, что он тоже может вызывать улыбку, скорее всего, и вызывает. Уже, видимо, не вызывает. Нервную улыбку, я бы сказал. Ну, переквалификация. Премьер признает, что очень многие представители отрасли, они должны будут просто сменить работу, и он говорит, что государство будет способствовать переквалификации этих людей, то есть они, видимо, другой какой-то род деятельности могут вести. Как вы ко всему этому относитесь? Есть ли у этого какие-либо перспективы? И второе, я сразу задам вопрос, многие заявляют уже о том, я имею в виду работники, что они намерены уехать, ну, по крайней мере, устно там, да, в соцсетях. У этого есть тоже какие-то перспективы? Ведь кризис, он везде. Вот могут ли, например, ваши работники уехать и работать, там, не знаю, в Германии или в Скандинавии? Так, ну, по поводу первого момента. К сожалению, в эфире радиостанции нельзя выражаться по-французски. Я поэтому тоже молчу. Поэтому, знаете, когда вот я это услышал, у меня... Захотелось переквалифицироваться. Нет, вы знаете, вот, помните, была такая песня «Кипит мой разум возмущенный, и смертный бой идти готов». Вот просто, вы знаете, это был плевок вообще в лицо сотрудников туристических компаний, прежде всего. Опять же, знаете, мы когда говорим об индустрии гостеприимства, да, вот это вес, милый, да, там действительно разные люди и разные сотрудники. И разные зарплаты, да. То есть, понимаете, вот, я не знаю, девушка, которая работает в гостевом доме где-нибудь там в деревне и получает, там, не знаю, зарплату 200-300 евро, да, и высококвалифицированный сотрудник туристической компании в Риге, который занимается многомиллионными проектами, это все одна индустрия, да. Поэтому, поэтому, еще раз говорю, у нас очень много высококлассных специалистов, то есть, у нас в компании большинство сотрудников знает как минимум, как минимум 3 иностранных языка. 20% сотрудников имеет 2 высших образования, то есть, это люди, которые действительно занимаются экспортом услуг. Что значит экспортом услуг, чтобы радиослушатели понимали, потому что я когда говорил об экспорте услуг, многие это воспринимают как организацию отдыха латвийских граждан за границей. Нет, когда мы говорим об экспорте услуг, мы говорим о том, что мы привозим сюда туристов из таких стран, как Япония, как Австралия, как Америка, как страны Евросоюза, как та же Россия. То есть, мы организовываем мероприятия, конференции, семинары, конгрессы, туристические группы, занимаемся тем, чтобы в Рижский порт заходили круизные пароходы, чтобы туристы выходили и тратили деньги на улицах старого города. То есть, это многомиллионная индустрия. Когда вы встречаете группу китайских и японских туристов, то есть, они не падают с неба, для того, чтобы такие группы в Риге появились, и для того, чтобы эти туристы стали тратить деньги в латвийских барах, ресторанах, гостиницах, это очень серьёзная, кропотливая работа на экспортных рынках. Понимаете? Они ведь и не знают, что они знают. Они не знают, да. Вы понимаете, о нас никто не знает. Вообще, люди не знают ни о Латвии, ни о Литве, ни о Эстонии, ни о Балтии. То есть, мы такой медвежий угол Европы. То есть, нас только вот в Европе недавно стали признавать за своих, что называется. А в мире о нас не знают. Поэтому для того, чтобы эти туристы доехали до Латвии, это многолетняя, кропотливая работа, которой наша компания занималась на протяжении 20 лет. И фактически вот тот оборот, который показываем, 20 миллионов, это в основном деньги, которые получают латвийские поставщики услуг, гостиницы, рестораны, конгресс-центры, музеи, гиды, транспортные компании и так далее. То есть, это на сегодняшний день является одна из самых, была во всяком случае, одна из самых важных экспортных отраслей Латвии. Ещё раз, по всем прогнозам, эта отрасль будет восстанавливаться. В 2021 году будет частичное восстановление. И в 2022 году мы вернёмся к 2019 году. Но вопрос заключается в том, что если на сегодняшний день своим бездействием латвийское правительство, скажем, уничтожит эту отрасль, то восстанавливаться будет очень трудно. И фактически те туристические потоки, которые проходят через Ригу, их будут контролировать не латвийские компании, а литовские, эстонские, скандинавские компании. То есть, свято место, пусто не бывает. Но здесь, соответственно, уменьшится налогооблагаемая база и те налоги на прибыль, которые наша компания платила, будут платить литовские или эстонские компании, соответственно, своим правительством. И вот это очень важный момент. Поэтому сейчас тоже идёт речь о том, что будут выделяться деньги на рекламу, на маркетинг, на продвижение. То есть, часть денег обещает Лив Рига, часть денег обещает ЛИА, латвийское агентство. Но, вы понимаете, это всё очень здорово. То есть, участие в международных выставках, международной компании рекламной. Но если не останется вот таких компаний, как наша, я говорю не только о своей компании, Болтсик Травел Групп, но я говорю о своих, скажем, конкурентах по отрасли. То эти потоки здесь некому будет обслуживать, вы понимаете? То есть, мы столкнёмся с тем, что у нас не будет хватать квалифицированных специалистов, и это отбросит нашу индустрию на много лет назад. Вот всё-таки чуть поясните, потому что для простых обывателей, жители Латвии, как думают, вот они читают, каждый день им сообщается, что аэрболтик начинает летать туда, туда. На следующей неделе уже полетит, я так понимаю, в Париж. Потом, может быть, до Рима доберётся и так далее. И вот люди думают, ну как, раз туда летят самолёты, они возвращаются обратно. Вот сейчас поток туристов и пойдёт. Люди изголодались, скучно им хотят путешествовать, и тут-то, наконец, у турфирм будет работа. А вы говорите, что только весной следующего года. Чуть поясните вот этот алгоритм, механизм работы. Ну, ещё раз, то, что Латвия, допустим, разрешает жителям целого ряда стран приезжать сюда без карантина, ещё не означает того, что жители этих стран по возвращении из Латвии не должны, так сказать, следовать самоизоляции. То есть, мы, как раз вчера, вот я могу рассказать, у нас был такой вот кейс-стадий, да, то есть, у нас была запланирована на июль большая группа из Норвегии. То есть, группа там норвежских бизнесменов планировала поездку в страны Балтии, и вот мы им написали, что у нас хорошие новости, значит, страны Балтии открыты для Норвегии, ждём вас в гости. Они говорят, извините, вы-то-то открыты, но нам по возвращении надо будет две недели сидеть на карантине. И бизнес закончится. Бизнес, да, поэтому пока это не будет, так сказать, принято во всех странах Европейского Союза, хотя бы, хотя бы Европейского Союза, мы даже сейчас не говорим о, там, России, там, Китае, Японии, Австралии и так далее. Да, то есть, об этом бизнесе вообще можно, я думаю, забыть до конца года, да, то есть, хорошо, если в следующем году, значит, у нас поедут снова группы из Японии, из Китая, из Америки и так далее, да. Но даже если мы говорим о наших ближайших соседях, до сих пор этот вопрос не отрегулирован, пока не будет вот такой, так сказать, схемы, при которой можно свободно путешествовать без карантина и туда, и обратно. То есть, о международном туризме говорить не приходится, то есть, на сегодняшний день в основном это какие-то репатриационные рейсы совершаются, или это связано там с рабочей силой, да, которая едет. У кого вид на жительство. Да, у кого вид на жительство, да. То есть, на сегодняшний день это не туризм, да, это не туризм пока что... А если бы норвежцы приехали, гостиница вообще откроется, потому что идешь по Старой Риге, там вымерло все по-прежнему. Знаете, часть гостиниц, я думаю, не откроется, да. Ну, вы знаете, гостиничный бизнес, он же, как правило, не единственный бизнес для тех, кто им владеет. Соответственно, если у владельцев бизнеса есть возможность субсидировать этот бизнес, а в этом году это будет исключительно субсидированный бизнес, да, потому что прибыли здесь не будут, будут одни убытки, но если у владельцев есть какие-то запасы финансовые на черный день, то, скорее всего, они могут эти гостиницы открыть. Но если таких нет, если это какие-то кредитные истории, то, скорее всего, часть гостиниц не откроется. А вот ваша отрасль, она напрямую связана с авиасообщением, вот мне интересно ваше мнение по поводу AirBaltic, было упомянуто. То, что государство вот так вкладывается в AirBaltic, да, там увеличивает госдоли, по-моему, 250 миллионов намеренно вложить, огромная сумма. Это вообще резонно и справедливо ли, потому что насколько AirBaltic, ну, как ее называют, стратегическим, да, для нас вот таким предприятием, при этом я понимаю, что оно показывает какие-то убыточные показатели в прошлом году, по крайней мере. Вот. Как мне кажется, справедлива такая вот ставка на них? Потому что этих денег, наверное, вашей отрасли хватило бы, чтобы ее и реанимировать. Я скажу такой сложный вопрос, у меня когнитивный диссонанс срабатывает, когда я об этом думаю. То есть, действительно, AirBaltic – это стратегическое предприятие и во многом развитие туризма в Латвии и в других балтийских странах. Вот расцвет туризма последние годы, и вот темпы роста, они связаны с активной деятельностью AirBaltic, и с тем, что AirBaltic открывает прямые рейсы, и, конечно, мы во многом благодарны этой авиакомпании, и, конечно, их вклад в развитие народного хозяйства в Латвии, он там исчисляется, если я не ошибаюсь, там 4% GDP, внутреннего валового продукта, это фактически деятельность AirBaltic, при том, что, да, сама компания, она оперирует с убытками. Но другой момент, значит, в чем, мне кажется, вот определенно несправедливость, что поддержку в сложное время получает именно компания, которая владеет государством, а вот мы-то, так сказать, а мы-то тоже хотим, да, кушать, да, и у нас тоже сотрудники, да, и мы тоже играем важную роль, и при этом, допустим, компания нашего сектора экономики, они все эти годы работали с прибылью, платили налог на прибыль, да, почему мы в данном случае, скажем, не можем рассчитывать на такую же помощь, на которую рассчитывают компании, которые принадлежат государству, да, то есть получается, что, знаете, как-то все животные равны, но некоторые равнее, поэтому вот в условиях кризиса, да, что показало, да, что самый надежный работодатель – это компания с государственным капиталом, понимаете, а вот если, а частные компании, они фактически, особенно если это вот частные компании, как, допустим, наша компания, да, то есть наша компания – это стопроцентно латвийская компания, принадлежит гражданам. В Латвии у нас нету каких-то иностранных спонсоров, за нами не стоят какие-то иностранные олигархи, да, и вот в такую кризисную ситуацию мы фактически, ну, оставлены один на один с этой проблемой, да, еще какой-то момент я упустил, да, там спрашивали о вариантах поддержки, да, то есть, да, с одной стороны, вот это дикстава, да, с другой стороны, отсрочка на три года по налогам, но все равно это отсрочка, да, то есть эти налоги нам надо будет… Вот я хотела платить-то надо будет платить только вдвойне, текущие и те. Да, текущие и те, да, то есть, знаете, у нас компания никогда не имела долгов, да, но мы уже попадаем в долговую яму тем, что нам надо будет возвращать налоги, да, но я еще раз говорю, я надеюсь, что эта деятельность восстановится, и мы рассчитаемся с государством. Но еще, значит, вместо того, чтобы предложить субсидию, да, как это происходит, я уже даже не буду говорить о, там, скандинавских, да, это богатые страны, там, Швейцария, Германия, там, все понятно, это богатые страны, там, другая экономика, да, но даже вот у нас наши ближайшие соседи, Литва и Эстония, то есть, они выплачивают субсидии туристическим компаниям, нам же предлагают, говорят, ну, обращайтесь в Алтум, да, в Алтум есть возможность получить кредит, соответственно, значит, еще дальше, То есть, кредит, налоговым долгам, еще и кредит, да, кредит, да, причем, причем, знаете, до сих пор, до сих пор между собой, я понимаю, Алтум и министерство не договорились, то есть, министерство говорит, ну, вот, у вас же беспроцентный кредит на оборотный капитал, но когда мои коллеги идут в Алтум, они говорят, не, 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 говорят, да, будут льготные проценты, может быть, не такие, как в коммерческих банках, но бесплатных денег не бывает, да, поэтому... Гранты можно забыть, да? Это даже не гранты, и даже если это будет, скажем, с минимальными процентами, это все равно кредит, то есть, это деньги, которые надо будет отработать и вернуть. А вот эта история с снижением и не снижением налога на добавленную стоимость, которую Минэкономики предложила для туризма, потом сама от этого отказалась, там, все как-то непонятно, предложили, сказав, что будут другие форматы, ну, мы уже так коротко обсудили, насколько необходимо это снижение НДС, вот с вашей точки зрения? Знаете, сейчас, когда откроются границы и возобновится авиасообщение, начнется просто драка за туристов, просто каждая страна будет драться за любого туриста, то есть, вот у нас сейчас открылись границы с Литвой и Эстонией, да, там, две недели назад, да, но, понимаете, литовцы и эстонцы, это не те туристы, которые будут здесь тратить деньги, они, как правило, вот приезжают, и на машине в этот же день уезжают, да, может быть, даже со своими бутербродами и со своим термосом, да, то есть, это минимальное, да? Это минимальное, да, это очень здорово, что можно вот поехать, да, пересечь границу, и действительно, это такая была эйфория, да, когда, знаете, вот, наконец-то границы открыли, можно приехать в Вильнюс или в Таллин, да, или эстонцы приезжают, да, но экономический эффект от этого стремится к нулю, так вот, и сейчас уже, и сейчас уже страны просто пытаются пуститься во все тяжкие, чтобы привлечь туристов, то есть, Португалия, сказал, открываем границы для всех вообще, значит, там, предъявляйте справку, значит, для всех, Исландия сегодня утром смотрела, Синэн, исландский премьер-министр, там, дама, она говорит, мы в аэропорту будем проверять на коронавирус, значит, бесплатный тест, только приезжайте, Япония готова доплачивать по 200 долларов каждому, кто приедет в Японию, понимаете, у них открывается компания, приезжайте в Японию, значит, иностранцам раздают деньги. Кипр, Кипр заявил о том, что любой человек, который, находясь в Кипре, заболеет коронавирусом, будет лечиться за счет кипрского правительства, то есть, идет куча таких инициатив, это раз, да? Ну, не из Латвии. Не из Латвии, из Латвии, сказали, ну, работникам сферы услуг, наверное, надо будет поискать какую-то другую профессию. Переквалифицироваться. Переквалифицироваться. Премьер-то знаешь, что ты говоришь? Да, да, в управдома, да, то есть, опять же, непонятно, на кого переквалифицироваться. Я там, знаете, я просто, идет вот этот поток, эта документация, да, она такая, скажем, конфиденциальная, да, но там такой, извиняюсь, бред, там, знаете, там прозвучала мысль, значит, что курсы переквалификации на ландшафтных дизайнеров, ну, о чем вообще мы говорим, понимаете? То есть, ландшафтом будет заниматься ваши специалисты в туристических сферах. Орисовании, петь могут ваши туристические сферы. Знаете, есть вот такое тоже английское выражение, don't teach all dogs new tricks, да, не надо учить старую собаку новым трюкам. То есть, я не очень понимаю вот эту систему и эту схему, потому что реально, еще раз говорю, у нас в отрасли работают высококвалифицированные сотрудники с двумя высшими образованиями, которые разбираются и в IT-технологиях, и, как правило, у нас... А в ландшафтном дизайне. Да, вот в ландшафтном дизайне не разбираемся. Так вот, и еще раз, возвращаясь к этому вопросу, к НДСу. То есть, сейчас же в мире рецессия, да, экономическая рецессия. Доходы просели у всех, да, может быть, не на 100%, как у туристической отрасли, но у всех, да, то есть, фактически кризис никого не оставил... Не пощадил. Да, не пощадил, да. И сейчас будет просто ценовая война, и вот мы вступаем в эту ценовую войну с самым высоким НДС на услуги гостиницы и рестораны в Европе. Вы понимаете, мы на одном уровне с Данией, но и тут Данией даже планируют этот налог уменьшить. И тут, понимаете, вот... Знаете, есть вот этот анекдот о том, как турист приехал в Иерусалим, и он наблюдает, как пожилой иудей каждый день подходит к стене плача, значит, там что-то разговаривает несколько часов и уходит. Он к нему подходит, говорит, вот смотрю, неделю вы каждый день подходите. Вы давно это делаете? Говорит, да. Я это делаю на протяжении уже 40 лет, вот как я живу в Иерусалиме. Я каждый день, значит, подхожу к стене плача и с ней общаюсь. Говорит, ну и что вы при этом чувствуете? Говорит, чувствую, что разговариваю со стеной. Вот это, примерно, то же самое. То есть, у нас и вот это котло революция, да, значит, когда в 6 часов сучат кастрюлями. И там наши шеф-повара выступают. Понимаете, там я не знаю, что надо делать, чтобы вообще... Как бы... Чтобы вообще это сдвинулось. Это такое чувство, что либо нас не слышат, либо нас не хотят слышать. Но еще раз говорю, на сегодняшний день заканчивается кризис, мы выходим из этого кризиса. И НДС в Латвии на услуги гостиниц и ресторанов самый высокий в Европе. Да, вот интересно тоже, вот продолжение того, что вы сказали, нет такого ощущения, что создается определенная такая сюрреалистическая картинка. Вот мы включаем телевизор, нам сообщают какие-то фантастические суммы. Мы выделили 2 миллиона, потом 2,5 миллиарда. Сейчас миллиарда, пардон. Теперь 4,5 миллиардов, и это еще не предел. И хочется спросить, ну хорошо, ладно, это мы знаем. 280 миллионов из этого ушло аэрболтику. Но все равно ведь очень много денег еще остается. Где эти деньги? Знаете, как в советское время говорили, все во имя человека, все во благо человека. И я даже знаю фамилию этого человека. То есть, куда эти деньги уйдут? Как они будут распределяться? По каким коридорам власти? То есть, я думаю, что это вообще вопрос не ко мне. Но проблема заключается в том, что на сегодняшний день мы света в конце тоннеля не видим. И дойдут ли эти деньги, собственно говоря, для игроков индустрии, для тех, кто создает добавленную стоимость в этой отрасли? Это большой вопрос. Ну, у меня большие опасения, что эти деньги, скорее всего... Давайте звонок наконец приняем. Наденьте наушники. Слушаем вас. Вот коротко попросим. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Извиняюсь, Абик ведущий, а второй ведущий как вас зовут? Андрей Лешкевич меня зовут. Андрей Лешкевич, вы вчера вели передачу с секретарем экономики. Да, 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 да. Ну, вы видите разницу, чувствуете? Ну, вообще, черное и белое, да? Как будто человек там смотрит вперед, здесь все назад. Ну, видите, все по-другому, то, что говорит. Да, ну, спасибо, спасибо за ваши комментарии. Спасибо, это такая реплика, действительно, реальность. Да, ну, спасибо большое. Владислав Корягин, вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов и глава Baltic Travel Group был у нас в гостях. Можно еще раз, можно еще раз мне буквально? Да, что интересно, не так близко, как на графе. Минутка, минутка, если мне... Ну, полный рутки у нас буквально. Господа, вот я не знаю, слушают ли радио представители группы Рейерса, слушают ли радио депутаты, которые входят в коалицию, слушают ли эту радиостанцию люди, которые работают в Министерство экономики... Слушают и записывают. Да, господа, я действительно, я вас умоляю, не дайте мне переквалифицироваться и не задушите, пожалуйста, своими руками этот бизнес, который, еще раз говорю, все эти годы приносил латвийской экономике дивиденды, поэтому времени очень мало, просто я говорю, время идет буквально на минуты, нам нужно принимать решение, предприятиям нужно принимать решение, мы будем восстанавливаться или мы закрываем свой бизнес, переносим свой бизнес в другие страны, поэтому, пожалуйста, не затягивайте, не затягивайте принятие решения, я вас умоляю, очень сильно прошу от имени всех сотрудников сферы туризма. Спасибо. Спасибо.